В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте! Каждый десятый рейд по противодействию незаконной добычи песка и гравия в республике выявил нарушение. Об этом говорилось на еженедельном оперативном совещании в понедельник 25 ноября, которое провел глава Башкортостана Радий Хабиров. В 2019 году Министерством экологии Республики Башкортостан совместно с надзорными и правоохранительными органами проведено 1500 рейдов. Выявлено 162 случая незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Сумма вреда нанесенного государству превысила 133 миллиона рублей. Затем на оперативном совещании в правительстве республики обсуждался вопрос внедрения и реализации единого стандарта питания для школьников. В регионе разработан единый стандарт оказания услуги в типовое меню, в котором широко представлены продукты местных производителей. В новогодние праздники в Башкортостане будет ограничена продажа алкоголя. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственное собрание Курултай Республики. 3 января будет введен мораторий на продажу спиртных напитков, а с 4 по 6 января алкоголь можно будет купить только с 10 до 14 часов. В остальные дни продажа будет организована в обычном режиме. О мероприятиях, которые состоятся в Республике и дни новогодних каникул, рассказал вице-премьер правительства Республики Башкортостан Фанур Ягафаров. Все они войдут в новогодний календарь, размещенный на портале «Культурный мир Башкортостана». А новогодние елки во всех муниципалитетах будут установлены до 10 декабря. Помимо этих вопросов, на оперативном совещании обсуждали ремонт подъездов, включенных в республиканскую программу, на 2019 год и проект восточного выезда из Уфы. Строительно-монтажные работы по проекту начнутся уже в январе 2020 года. После видеоселектора в правительстве Республики Башкортостан совещание продолжилось в администрации Янаульского района. Об ухудшении эпидемиологической ситуации по гемеррагической лихорадке с почечным синдромом и профилактических мероприятиях в районе рассказала начальник Нефтекамского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Лилия Акбашева. Ее коллега, заместитель начальника Нефтекамского отдела Роспотребнадзора Лариса Мусина, доложила о ситуации по гриппу в Янаульском районе и организации профилактических мероприятий в сезоне 2019-2020 годов. Вел совещание и подвел его итоги глава районной администрации Ильша Двазигатов. Заместитель министра образования Республики Башкортостан Альфия Галиева побывала в Янауле 27 ноября. Причина ее посещения – проблема с вводом в эксплуатацию нового здания коррекционной школы. Формат встречи – совещание, куда пригласили представителей застройщика. Также в работе совещания приняли участие глава администрации района, его заместители, начальник управления образования, директор коррекционной школы, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работе. По последним данным, в предыдущей встрече строители обещали сдать интернат и столовую уже в конце ноября. Но не все пошло по плану, и до сих пор воспитанники коррекционной школы находятся за городом. Отклонения от проекта до сих пор сохраняются. В какие сроки будут устранены требования Роспотребнадзора, и какие документы будут нужны, чтобы дети по праву уже смогли заселиться в школу-интернат? Все эти вопросы и замечания были высказаны в адрес застройщика. В настоящее время в здании ведется чистовая отделка. Нужно решить вопросы с документацией и в кратчайшие сроки, желательно до Нового года, провести коллективу и воспитанникам коррекционной школы «Новоселье». Цель моего приезда – вопросы по строительству Янаольской коррекционной школы. Как вы знаете, Янаольское строительство и Янаольская коррекционная школа-интерната вошло в список объектов к столетию Республики Башкортостан. И, конечно, сроки сдачи ввода в эксплуатацию здания этой коррекционной школы обозначены концом этого года, это декабрь, и мы смотрим ход строительства. И вот сегодня мы посмотрели здание и часть, где интернат и столовая. В принципе, в основной части эти здания уже готовы к приему детей. В Янаольской коррекционной школе обучаются 177 обучающихся, и в список этих детей-сирот входят и дети-сироты. В коррекционную школу, в ней обучаются у нас дети особенные, с особыми образовательными потребностями. И мы сегодня увидели, что, в принципе, здания и помещения готовы на стадии готовности к приему детей. И здание само уже светится снаружи, вы все увидели, наверное, очень красочно все. И очень просторные здания, светлые комнаты и теплые комнаты, что очень важно. Поэтому, думаю, что строители нас не подведут, к декабрю все здания сдадут. И мы примем здесь наших обучающихся, и дети к Новому году войдут в свое новое жилье. И преподаватели, конечно, будут с новыми возможностями, в новых условиях будут работать, и у них будут новые цели и новые задачи и желание работать в таких более красочных и красивых условиях. На этой неделе общие собрания в рамках программы поддержки местных инициатив должны быть завершены. Напомню, что программа подразумевает решение социально значимых проблем за счет финансовых средств бюджета муниципального образования и средств физических и юридических лиц. В Янаульском районе все 18 сельских поселений и городское проводят собрания. Так, в Отлегаче общим решением принят проект ремонта двух улиц – почтовой и центральной. В Карманово решено благоустроить территорию школы. В Новом Алдаре участники собрания приняли решение направить средства на строительство памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Жители села Новый Артаул решили вложить свои средства на приобретение трактора МТЗ. А в Шудеке большинством голосов принят проект приобретения для детской спортивной площадки. Ремонт автомобильной дороги улицы Центральной – такой проект определили для себя жители деревни Тартар. Национально-научно-практическая конференция под названием «Актуальные проблемы воспитания и обучения детей в период детства» прошел в детском саду «Дельфин» сегодня, 28 ноября. На конференции принимали участие не только янаульские воспитатели. Были приглашены также педагоги из соседних регионов и районов. Почетными гостями стали кандидат педагогических наук, заместитель председателя конференции Марина Черникова, начальник управления образования района Эльвира Шаихова и методист управления Ирина Бегунова. Сегодня для дошкольного сообщества нашего района очень волнительный, очень знаменательный день, потому что такая масштабная конференция проходит у нас первый раз. Хотелось бы, конечно, ее показать в разрезе всех дошкольных образовательных учреждений и города, и района, но поскольку она приурочена закрытию одной из инновационных площадок детского сада номер 15, она проходит на базе детского сада. Вообще, инновационная деятельность проходит красной нитью в работе дошкольных образовательных учреждений нашего района. На сегодняшний день у нас семь площадок функционирует, на четыре площадки заключены новые договора. Да, ведь инновационная деятельность, она носит экспериментальный характер, какая-то проблема выносится, над ней работают. В течение трех лет работали по этой проблеме детский сад номер 15. Они уже все плюсы и минусы своей работы учли, издали уже методические материалы, которые могут использовать все детские сады, кто пожелает работать по этой методике. Они уже авторы инновационной методики, теперь сейчас они уже вполне могут ее вводить в свой образовательный процесс, но уже не в инновационном, экспериментальном режиме, а уже в режиме обычной работы образовательного процесса. Площадки по разным темам работают, по разным программам. Здесь у нас и развитие физического воспитания, интеллектуальное воспитание, конвергентное мышление и конструирование, и ПДД в 10-м садике, и внедрение новых инновационных программ и технологий в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений. Огромную работу, конечно же, проделал коллектив детского сада номер 15, готовясь к этой конференции. Заведующая детским садом резидент Тимиргалина ознакомила участников конференции с коллективом детского сада, рассказала про свои действующие информационные площадки. Марина Черникова в своем выступлении отметила, благодаря таким встречам воспитатели и педагоги получают информацию для личностного и профессионального роста. Подчеркнула, что именно такие конференции позволяют найти точки соприкосновения теории и практики. Цель нашего приезда – это приведение научно-практической конференции. Она у нас проводится уже четвертый раз, и впервые мы приехали для ее провождения в город Янау, в прекрасный детский сад номер 15 «Дельфин». Я рада очень, что у нас приняли. Конференция проводится обычно с целью повышения квалификации педагогов, обмена их передовым педагогическим опытом, чтобы обменялись они теми знаниями, умениями, которые владеют для успешного развития, воспитания, обучения детей дошкольного возраста. Но пока у нас результаты первые, можно сказать, мастер-классы проходят совершенно оригинально, необычно. То есть детский сад показывает первые результаты или уже трехлетней давности результаты по реализации инновационных площадок. На базе этого детского сада мы уже открыли несколько инновационных площадок. Вот первые результаты мы можем сегодня увидеть. То есть педагоги могут взять на вооружение то, что наработано детским садом, и применять у себя уже на практике. Во второй части глинарного заседания планируется услышать о тех проблемах, наработках, которые есть и в других детских садах. К нам приехали много педагогов из других детских садов, городов Республики Башкортостан. И не только у нас представлены Куида, Пермская область. Но кроме этого нам прислали статьи из регионов Республики, других республик и Российской Федерации. То есть более 100 публикаций планируется издать по результатам данной конференции. Итоговые результаты, которые мы хотели бы по результатам конференции получить, это, конечно, тот навык, который они здесь получат, чтобы они приехали у себя с загоревшимися новыми идеями. Потому что не секрет, что воспитатели устают. Им некогда бывает заняться своим повышением квалификации. И вот когда мы выезжаем на такие конференции, мы зажигаем новые звездочки в рамках воспитателей педагогического потенциала. Они смотрят, что другие детские сады начинают двигаться, развиваться. То есть создается вот эта конкурентноспособность, которая сейчас необходима для детских садов. Детей очень много рождается. И сейчас вы видите, что в детских садах очень много детей. И те задачи, которые ставят перед нами Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, хочется, чтобы они реализовались намного успешно. И вот такие встречи, они позволяют педагогам увидеть, что они не одни. Что есть педагогические, научные работники, которые могут помочь показать направление их развития, что в чем-то помочь, где-то, может быть, научно-теоретические обоснования совершать, ошибок предупредить. То есть вот детский сад ко мне обратился с просьбой организовать площадки. Практически они хорошо подкованы. Но вот как правильно построить вот эту вот перспективу развития, очень трудно бывает. И мы вот пошли на встречу, мы с удовольствием всегда сотрудничаем со всеми детскими садами. Наш бирский филиал Пашкирского государственного университета с удовольствием всегда сотрудничает со всеми образовательными организациями Республики Башкортостан. Здравствуйте, дорогие друзья! Я – житель планеты Маш. По программе конференции участники смогли посмотреть разные мастер-классы. Эльвира Ахмадиева вместе со своими ребятками подготовили космический лего-град, где мальчики и девочки удивили зрителей своими знаниями. Давайте идем, работаем в палке, мы покажем, как мы умеем в палке работать. Мастер-класс по скандинавской ходьбе показал инструктор по физической культуре Светлана Тимиргалиева. Она пригласила также гостей конференции принять участие в мастер-классе. С наступлением холодов мелкие грузы. Грузуны перемещаются в сторону жилых домов, что создает дополнительный риск заболевания геморрагической лихорадкой. В этом году в нашем районе возросло число заболевших этой болезнью, называемой в просторечии мышиной лихорадкой. И если в прошедшем году заболевших было 19 человек, то за этот год уже 53 и на улице обратились за лечением. О том, что представляет из себя геморрагическая лихорадка, как проявляется болезнь и как избежать опасного заболевания, рассказала заведующая инфекционным отделением Яновольской центральной районной больницы Светлана Сайфуддинова. Переносчиком инфекции являются мышевидные грызоны, преимущественно это рыжая полевка, полевая мышь, но также надо знать, что инфекцию могут переносить домовые мыши и крысы. Инкубационный период, то есть от момента заражения до первых признаков болезни, проходит примерно две недели. Через определенное время пациенты начинают жаловаться на повышение температуры, появляются главные боли, боли в пояснице, в животе, может возникнуть тошнота, рвота, жидкий стул. Часть пациентов жалуется на снижение остроты зрения. При обнаружении у себя этих признаков болезни необходимо обязательно обратиться к врачу, так как все пациенты с подозрением на геморрагическую лихорадку подлежат обязательной госпитализации в стационар. Амбулаторное лечение этой инфекции не бывает, не проводится. Профилактика геморрагической лихорадки не сложна, соблюдая санитарно-гигиенические правила, не употреблять пищу, продукты питания, попорченные грызунами. Избегать необходимо вдыхание вируса через верхние отделы дыхательных путей. То есть, если человек работает на приусадебном участке, где-то в гараже, в сарае, в каких-то подсобных помещениях, в складских помещениях и видит остатки испражнений жизнедеятельности грызунов, то есть необходимо обязательно пользоваться ватно-марливыми повязками и обычными масками, использовать рукавицы или перчатки. Соблюдая вот эти элементарные правила, можно защитить себя и свою семью от этого грозного заболевания. Также необходимо проводить, вот особенно сейчас идет активная миграция грызунов в жилые помещения, обычные грызунно-истребительные мероприятия, то есть различные приманки использовать, использовать мышеловки и обязательно содержать прилегающую территорию к жилым помещениям в чистоте, не допускать скопления мусора и не создавать несанкционированные свалки. Болеть можно этой инфекцией круглый год. То есть, конечно же, преимущественно это, чаще это возникает весна-осень, но болеют и зимой. Преимущественно болеют люди молодого, трудоспособного возраста. Если говорить о половой принадлежности, то чаще, конечно, болеют мужчины, но этой инфекцией также могут заболеть и женщины, и дети. Если своевременное обращение, то можно избежать осложнений. Осложнения могут быть очень даже грозные. Это подкапсульные разрывы почек, острая почечная недостаточность. В некоторых случаях возникает летальный исход. Пневмония – это вирусное или микробное инфекционно-воспалительное заболевание легких. Она может быть самостоятельным заболеванием или вторичным осложнением многих инфекционных и неинфекционных процессов и при отсутствии лечения привести к тяжелым последствиям. В настоящее время врачи отмечают, что эффективный способ борьбы заболевания у детей – это проведение профилактической вакцинации. Тяжелая форма лечится только в стационаре. Доктор подбирает эффективные препараты. Очень тяжелые осложнения бывают у пневмонии – это плеврит и деструкция легких, образование гнойной полости. При нетяжелых формах пневмонии применяются препараты антибиотики пенициллинового ряда – феноксиметилпенициллин, амоксициллин и макролиды – аситромицин. Но так как основным источником заражения ребенка раннего возраста является пневмокок, он вызывает не только пневмонию, но и менингиты, атиты, сепсис может вызвать. Разработана прививка Previnar-13, которая защищает детей от пневмококовой инфекции. И начинают дети прививаться с двухмесячного возраста с интервалом 2 месяца, ревакцинация через 15 месяцев. Если ребенка начинаем прививать старше 2 лет, он двукратно прививается. И старше 2 лет ребенок прививается однократно от пневмококовой инфекции. Мы с населением говорим, разговариваем, так-то мамы не отказываются, прививаются от Previnar в частности тоже. С 15 по 19 ноября в городе Гродно Республики Беларусь проводился Кубок Мира и Европы по гиревому спорту. Наш земляк Назим Давлетшин тоже принимал участие в международных соревнованиях. Он приехал оттуда победителем в своей весовой категории. Его спортивная копилка пополнилась очередными медалями и дипломами. Постоянный участник подобных мероприятий поделился с нами впечатлениями о поездке. Много команд было, команды из Африки, Конго, Японки были, и других регионов нашей России, и других республик. Много участников было, но выбор был большой, это гири по выбору, но чем меньше гири по весу, тем меньше коэффициент. Если гири выбираешь, более тяжелый, там уже коэффициент большой. Участвовал в трех номинациях. Мы же едем не ради дипломов, не ради металла, но это же она в жизни нам ничего не дает. Ну, как живут ветераны по всему миру, и общаемся, как их здоровье. Я желаю не только по гириным спорту ездить, и по другим спорту. Волейбол, баскетбол, лыжные гонки и так далее. Я их тоже поддерживаю. Надо себя держать в течение года в форме, держать надо, особенно в малом весом категории. Я всегда во всех соревнованиях, я самый, по весу самый маленький, по весу самый меньший, но, однако, ну, хуже их не поднимаем. Ну, трудновато за ними гоняться, ну, вот поэтому есть и самая категория. Пока я работаю тренером Моффи из юности, поддерживаю пока, и в дальнейшем пусть так будет. Ну, если меня не будет, пусть появятся другие спортсмены, пусть тоже их поддерживают. Ну, такое трудное время. Самому младшему участнику 8 лет, 8 лет. Самому старшему за 80. Приехали выступать и женщины, и девушки. Из Башкирии мы были четверо. Именно силовый вид спорта, он же много дает. Почему? В чем отличается молодой человек от пожилых? По мышечной массе, по гибкости, по подвижности. Если человек занимается силовыми упражнениями, ну, во-первых, это касается мужика, больше мужских гормонов организма выделяет. А это значит, что молодость, молодость. Вот, то есть, это значит, мы молодость продлеваем. Танцевальный конкурс «Танцуй вместе с нами» прошел в актовом зале Янаульского лицея 27 ноября. В нем участвовали учащиеся 6-7 классов. Каждый из ребят постарался выступить как можно лучше, показать зрителям то, чему научился, и сколько сил было вложено в подготовку к конкурсу. А также, чтобы выбранная ими танцевальная композиция была интересной и понравилась как судейскому составу, так и сверстникам. В этом месяце проходит ряд таких мероприятий. Это Пушкинский бал для 8-х классов и Пушкинский бал для 9-х, 10-х, 11-х классов. Эти мероприятия приурочены ко Дню лицеиста. И хочется сказать, что эти мероприятия являются традиционными, и они проходят каждый год. Цель, конечно же, это приобщить их к здоровому образу жизни. Также объединить ребят, объединить класс. И в этом мероприятии оцениваются артистичность, соответствие движения с музыкой. Победители, конечно же, будут награждены почетными грамотами. Эти конкурсы являются уникальной возможностью для ребят, чтобы проявить себя творчески, чтобы показать коллективу, своим одноклассникам, показать, насколько они способны себя реализовать творчески. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжит мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.